Мадридский футбольный клуб Реал стал обладателем суперкубка УИФА. В македонском скопье испанцы одержали победу над английским Манчестером Юнайтед. Счет встречи 2-1. В составе победителей отличились Карлос Касемиро и Иска на 24-й и 52-й минуте игры соответственно. Манчестер сумел лишь сократить отставание. На 62-й минуте мяч в ворота соперников забил Ромело Лукако. Реал в четвертый раз становится обладателем суперкубка. Это не рекорд. По пять раз трофеи выигрывали испанская Барселона и итальянский Милан. На счету МЮ одна победа за всю историю. Напомню, в матче за суперкубок УИФА играют победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Эксперты отмечают, что Реал на этот раз справился без своего лидера Криштиану Роналду, который восстанавливается после травмы, а вышел на замену за 10 минут до финального свистка, но отметился лишь неточным ударом со штрафного. У нас множество талантливых игроков, и через кропотливую работу можно достичь серьезных высот. Это голодная команда, она хочет продолжать выигрывать. Сегодняшний матч был проведен почти идеально, особенно первый тайм, который получился на загляденье. После перерыва нам пришлось попотеть, но не будем забывать, что это был финал. Такие вещи порой случаются. Если бы Гаррет Бейл забил третий мяч, все было бы проще. Но у нас есть характер, и мы по-прежнему мечтаем о больших победах. Не только красивой игрой запомнилась болельщикам эта встреча. В ходе матча на поле выбежал поклонник Криштиану Роналду и Владимиру Путина. Фамилия португальского игрока была написана на животе болельщика, а российского президента на спине, прямо под седьмым номером, который, правда, тоже принадлежит Роналду. Далеко в таком виде любителя футбола убежать не удалось. Стюарды быстро выловили фаната и проводили его со стадиона.